Дорогие друзья! И это символично, потому что самая нужная, самая надежная защита для ребенка – это родительская любовь, забота, внимание и поддержка самых близких людей. Сегодня в этом зале большие дружные семьи, щедрые именно на такую, на материнскую, на отцовскую любовь. Семьи, где много детских улыбок и душевного тепла, где царят отзывчивость, взаимопомощь и доверие. Вы выбрали для себя, обращаясь, конечно, к родителям, прежде всего, счастливый, благодарный, но, конечно, очень непростой и очень ответственный путь, полный хлопот, переживаний, требующий колоссальной самоотдачи, терпения и сил. И, конечно, постоянная работа над собой, потому что, чтобы передать ребенку ценности добра, справедливости, трудолюбия, мало одних только слов, даже от самых близких людей, от родителей, нужно день за днем своим собственным личным примером доказывать верность этим ценностям. Только так можно воспитать действительно достойного человека, достойного гражданина России. И в вашей семье лучшее тому подтверждение. Конечно, родительский труд не знает ни отдыха, ни выходных, но в нем самом, в его природе заложено удивительное, просто удивительное вознаграждение, которое с лихвой перекрывает все трудности. Это возможность видеть, как делают первые шаги, как растут и учатся дети. Вместе с ними еще и еще и еще раз постигать мир, радоваться их успехам и достижениям. Вы, ваши семьи, олицетворяете собой именно такое светлое и яркое родительское счастье. Вот. К маме надо, правильно? Сейчас успокоиться. Конечно. И, уверен, восхищаете, вдохновляете многих людей, особенно молодых, тех, кто еще только создает образ своей будущей жизни, мечтает о любви, о крепкой семье и, конечно, о детях. Поддержка семьи, материнства, детства была и остается в числе безусловных государственных приоритетов. Напугали сладкого. Ничего, он сейчас успокоится. Мы будем и дальше делать все для того, чтобы поддержать таких людей, как вы. И мы, конечно, заинтересованы в решении так называемых демографических вопросов, заинтересованы в естественном приросте населения страны. Говоря официальным языком, нам необходимо повысить коэффициент рождаемости. Это все такие официальные и, на первый взгляд, несколько бездушные слова и цифры. Но это отражение и продолжение перемен, идущих в нашей стране. Прекрасно я понимаю, родителям, особенно тем, кто мечтает о большой семье, необходима уверенность в том, что их детям будут доступны и современное качественное образование, и здравоохранение, что они смогут улучшить свои жилищные условия, жить в комфортных, благоустроенных населенных пунктах, в поселках, селах, городах, что у каждого ребенка будет возможность заниматься тем, что ему интересно, развивать свои способности и таланты. Мы последовательно работаем по всем этим направлениям и будем дальше это делать. В частности, вы знаете, продлена программа материнского капитала, расширяются возможности его использования. С начала этого года началось субсидирование ипотечной процентной ставки для семей, в которых появился второй и третий ребенок. Рассчитываю, что и программа повышения доступности «Еслей», которую мы запускаем вслед за аналогичным проектом по детским садам, также принесет необходимые нужные результаты людям. Активная работа по этим направлениям будет продолжена. Нам необходимо добиться того, чтобы семья, особенно многодетная, была окружена вниманием со стороны государства и общества. Будем для этого делать все, что от наших сил и все, что от нас зависит. Позвольте еще раз от всей души поздравить вас с заслуженными государственными наградами и в вашем лице поблагодарить все, все большие дружные семьи нашей великой страны. Благодарю вас за внимание. Указом президента Российской Федерации за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций орденом «Родительская слава» награждены Ильяшенко Ирина Валерьевна и священник Филипп Ильяшенко. Москва. 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 Ваше высокопревосходительство, досточнимый Владимир Владимирович, прежде всего, благодарю сегодня Бога, подателя всех благ, благодарю сегодня наших родителей, которые воспитали нас так, что мы всегда хотели иметь детей, мы хотели иметь семью, и вот мы здесь и дети, которых дал нам Господь. Дорогой Владимир Владимирович, спасибо вам за вашу любовь и заботу о семье, за вашу любовь и заботу о детях. Мы знаем, что вы умеете, можете, и мы это видим и чувствуем, как вы нас любите, как вы любите детей, и за это отеческое попечение о нас мы вам очень благодарны, и, конечно, за эту высокую награду. Спасибо. Луста Светлана Георгиевна и Луста Андрей Владимирович, Калининградская область АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Владимир Владимирович, Мы благодарим вас за особое внимание к нам, к многодетным семьям, благодарим за поддержку и помощь, которую оказывает нам государство. Хочется пожелать благополучия и процветания нашей стране, чтобы дети наши росли здоровыми и счастливыми в мирное и благоприятное время. А мы постараемся воспитать их достойными гражданами нашей страны. Еще крепкого вам здоровья желаем и Божьих благословений. Пусть Господь благословит вас. Божьих благословений. Уважаемый Владимир Владимирович, я от всего сердца благодарю вас за эту награду прежде всего. И также не только за награду, но и за то, что вы помогаете многодетным семьям. И не только многодетным семьям, но всем семьям России. Я от всего сердца приношу благодарность. Несмеянова Татьяна Николаевна и Несмеянов Илья Владимирович. Ставропольский край. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok Уважаемый Владимир Владимирович, сердечная вам благодарность, что такая забота о нас, о детях наших, о детях России, о многодетных семьях. И такое есть слово «крепкая семья» – это крепкая страна. Когда у нас крепкие семьи, наверное, тогда могучая у нас и держава будет. Пусть Бог благословит Россию, чтобы она крепкой была, могучей державой. И вас также, Владимир Владимирович, пусть Бог даст мудрости управлять мудро государством, и чтобы Бог вас во всем благословил. Урсова Ольга Алистаровна и священник Геннадий Урсов, Республика Мордовия. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте от всей души, от всей нашей семьи поблагодарить вас за теплый прием, за высокую награду, за то, что вы не оставляете без внимания многодетные семьи и также большая благодарность от всей Мордовии за ваше мудрое управление нашим государством. Большое вам спасибо. Шауджен Фатима Исмаиловна и Шауджен Аслан Инверович, Республика Адыгея. КОНЕЦ Шутылева Светлана Викторовна и Шутылев Вадим Владимирович, Республика Хакасия. Шутылев Вадим Владимир Владимирович, Республика Хакасия. Шутилев Вадим Владимирович, Республика Хакасия. Аплодисменты. Мы в Хакасии очень видим вашу заботу о наших семьях, огромная вам благодарность. Ну и со своей стороны желаем вам в управлении такой огромной страной мудрости, духовных, физических сил. Да благословит вас Бог! Саха, Якутия. Владимир Владимирович, мы сердечно благодарим вас за награду высокую, которую вы нам дали. Мы приехали издалека сюда, из Якутии. Живем в сельской местности, но вы нас заметили, вы обратили на нас внимание, пригласили сюда. Здесь нам оказали очень большое гостеприимство, теплый прием. Мы видим, что здесь замечательные люди с вами находятся рядом. И так все стройно, слажено. Вот очень радушный прием. Пусть Господь благословит и ваш дом, устроит вашу семью, ваших детей, поможет вам во всем и в управлении этим большим государством. Наша семья – это маленькое такое государство. Нам меньше проблем, но вам больше достается. Благодарим вас сердечно, что вы блестяще справляетесь с задачей, которую возложил на вас Бог. И мы перед вашей лицом не посмели явиться без подарков. У нас так принято в Якутии. Наши Ивенки, с которыми мы живем, передали вам книгу о жизни малочисленной народности. И небольших два письма. Вы там увидите, что они написали. А еще наши мастерицы в рамке «Солнышко и венкиское солнце» называется. Поделка из бисера. И пусть это солнце венкиское согреет и ваше доброе сердце. Еще от нашей семьи подарок. Мы привезли два растения. Одно Дмитрию Анатольевичу, другое вам на память. Это кедровый сланик. Очень интересное растение. Оно растет и в холод, и в зной. И приносит плод один раз в четыре года. Вкусные орешки. Растет. Зимой ложится под снег, а весной встает и растет. Мы зимой украшаем им наши дома на праздник. И так проводим праздники. А вам в память о нашей семье, чтобы вы помнили многодетные семьи, и также продолжали заботиться о них. Да благословит вас Бог и поможет вам в великом и славном труде. Дорогие друзья, здесь собрались люди из разных регионов нашей страны, разных национальностей, разных профессий. Всех вас объединяет одно – душа, доброе сердце и отношение к детям. Здесь люди самые простые, рядовые, но самые важные для страны. Потому что вы воспитываете детей. Нет ничего важнее для любого государства. Это дети. А вы делаете это от души и в высшей степени профессионально, в самом прямом, в самом широком смысле этого слова. Я благодарен вам за тёплые слова, сказанные в мой адрес, в адрес моих коллег. Мы действительно делаем кое-что для того, чтобы поддержать семьи с детьми вообще, и многодетные семьи в частности. Но я знаю, можете в этом не сомневаться, что мы делаем пока мало. Мы будем стараться делать всё для того, чтобы поддержать и ваши семьи, и такие семьи, как вы. По мере роста возможностей государства, страны, будем уделять этому постоянное внимание. Хочу вас в этом заверить. Хотя ещё раз подчеркну. Знаем, что ещё недостаточно сделано из того, что мы могли бы сделать. Будем работать над этим. И хочу вернуть вам добрые пожелания, которые были сказаны в мой адрес. Я со своей стороны ещё раз желаю вам душевных сил и физического здоровья. Желаю вам успехов в том благородном деле, которому вы посвятили свою жизнь. Спасибо большое. Спасибо.